здравствуйте сегодня вам хочу подсказать как выйти из положения которым вы окажетесь если подставщики выберут вашу машину для того чтобы развести вас вы не скандали с ними спокойно разговаривайте включите камеру снимайте их номер машины их лица снимайте и по их поведению будет видно хотят они этой съемки или нет то есть они постараются в этом случае уехать но если они будут настаивать вы набирайте номер гаи скажите что у вас страховка и вы не желаете платить минуя страховую компанию поэтому набирайте номер гаи в этом случае они как говорится свалят мы но вы все равно не уезжаете с места происшествия этого потому что они как всегда стараются нанести повреждения на крыло частности то чаще всего заднее правое крыло это для водителя чаще мертвая зона вызывайте гаи и говорите вот дтп произошло вот они повреждения нанесли и скрылись с места аварии предъявил при этом видеозапись номера автомашины и лица подставщиков в этом случае гаи обязаны их разыскать по номеру автомобиля дальше и будет разбирательство значит лучшем случае для них будет если они только выплатят вам нанесенный ущерб повредив ваш автомобиль я думаю что на старые и ржавые машины они покушаться особо не будут они стараются на нормальную машину с которым потому что они понимают с кого можно денег содрать поэтому есть вот такой выход это я думаю ни один подставщик не захочет подставляться так такой вот коломбур но тем не менее вы перед тем как они будут уезжать все равно скажите чтобы они знали что вы будете вызывать на место аварии пригодите на место аварии инспектора гаи и что лишит им за покидание места происшествия лишение прав в этом случае лучшее для них средства это с вами расплатиться и вам возместить ущерб нанесенный вам и добавьте им еще плюс моральный ущерб в противном случае вызывайте инспектора гаи по-другому с ними за легко люка любая экспертиза докажет что соприкосновения автомобилей не было я вам просто говорю авторитетно потому что много лет советское время и после занимался аварийными машинами джисянка деформации кузовов и любой эксперт может определить если произошло касание автомобиль к автомобилю остается краска на том автомобиле который вас притер и потом следы от шкурки нанесенные и следы от машины они совершенно разные шкурка оставляет царапающие значит следы равномерными между царапинами идет расстояние а при соприкосновении с автомобилем происходит растянутая такое потяжка идет на краске то есть с момент соприкосновения идет слабый а по мере более плотного прижатия идет потяжка на краске более такая углубленная обширная а то что там шкуркой труд этом даже не нужен специалист профессионал который легко докажет чем нанесено повреждение поэтому мой вам совет пост делайте как я вам сказал и у вас будет все нормально и нервы порядке на месте и получите деньги за нанесенные повреждения а по-другому если они просто уезжают в результате каких-то разборок и понимаешь что с вас ничего не взять они уезжают новые свое повреждение которые не вам нанесут будете сами за свой счет удалять восстанавливать на этом до свидания желаю вам удачи если понравилось видео ну поставьте пожалуйста лайки не понравилось ставьте антилайки я знаю кто антилайки поставить у тебя те кто этим занимается вот пишите комментарии я попадал в такую ситуацию я просто конечно я поступил по-другому и не стал с ними желаем расстанавливать если вам что-то говорит что я жестянщик смог нас многолетним он стажем работы я вам сейчас докажу на месте докажу что никакого при соприкосновения не было мы просто как говорится мы просто разбежались и все тот момент конечно мне такая сразу кажется такая идея не пришла вот так вот их можно сказать подставщиков подставить то есть наоборот все сделать на этом до свидания до следующих роликов